Я буду рассказывать про свой личный опыт. Фотографии так сложно быть объективным. Мы все-таки как-то более субъективно выражаем свои взгляды. Поэтому нет, у нас здесь правильно-неправильно. Можно быть согласным-несогласным. Но как точку зрения я вам предлагаю данную информацию. Очень коротко познакомлю вас с собой. Пришел я в фотографию через репортаж, а именно через документальную фотографию. Наиболее широко известен в узких кругах я благодаря этой фотографии. Долгое время работал и с разными СМИ, и делал проекты для разных целей. В том числе я работал много с благотворительными фондами. И основные конкурсные победы, которые у меня есть, связаны именно с репортажной фотографией. Затем у меня вторая точка была входа, вторая точка коммерцирации – это сладебная фотография, где я применял все свои репортажные навыки, которые у меня были. В том же самом контексте у меня был взгляд скорее на свадьбу, как на некое событие. Промышленный репортаж – это мне очень близко, очень люблю это снимать. Различные производства, люди труда – это тоже очень близкая для меня тема. В том числе и портрет. У меня единая концепция. Я вижу фотографию как нечто более достоверное, как нечто более настоящее. Мое видение ценности фотографии, применение к портрету – это такой жанр, который я для себя назвал психологическим портретом, где я ставлю задачу скорее отразить характер героев, чем показать их, чтобы их можно было узнать. Ставлю себе такую задачу. Ну и, как говорят про пейзаж, что любой фотограф начинается заканчивать пейзажем. То, что я начал снимать пейзажи, не знаю, значит ли это, что я уже заканчиваю. Надеюсь, что нет. Но пейзажи тоже очень люблю снимать. Снимать в путешествиях, тревел-фотографию, где-то на границе со спортом, в том, что касается, например, того же парусного спорта. Тоже все это в моем творчестве присутствует. Ну, как-то вот так. Ну и давайте ради такого прикола я вам покажу просто свои первые самые кадры. Ну, то есть вы посмотрели сейчас современные кадры, которые я сейчас снимаю. Давайте я вам покажу, с чего начиналось все. Это официально первый мой кадр самый. вообще, который я сделал. Вот официально мой первый снимок, который я сделал. И сделал его вот так вот из машины, не глядя. Посмотрел, и мне стало интересно. То есть траектория, смотрите, как наложилась за счет перспективного искажения. Ощущение, что самолет полетел куда-то, как ракета. И стал делать вот такие любительские абсолютно снимки. То есть это вот камера Casio 3,2 мегапикселя. Мне кажется, ну, там, каждый, кто начинал, ну, делал что-то подобное. Вот. Я вам это все показываю для чего? Для того, чтобы просто показать, что вот связь между вот этими снимками и следующими практически отсутствует. Мне просто очень часто спрашивают, показывают свои работы. А это вообще случайная история, поскольку камера у меня была только в автоматическом режиме умела снимать. Когда становилось темно, она пугалась и делала длинные выдержки. И я ехал на маршрутке в универ. Мне надо было ехать порядка часа, потому что я учился в академии. Да, там это советский район город Новосибирска, там 20-30 километров от того места, где я жил. И вот я из окна вот так вот снимал. То есть вот связь практически отсутствует, да, потому что, на мой взгляд, любой вообще человек, имеющий мотивацию, желание, может стать прекрасным фотографом. Вот. И то есть неважно, на каком вы сейчас уровне, какие у вас фотографии, вот посмотрите, какие были фотографии у меня, ужаснитесь, вот. И поверьте в себя, конечно же. Давайте переходить потихонечку к теме нашего основного занятия, да, конкретно в контексте фотоконкурса будем говорить про фотоисторию. Как вы вообще считаете, зачем нам участвовать в фотоконкурсах? Вот зачем вы участвуете? Ну, конечно, я поэтому вас и спрашиваю. А? Красоту показать. То есть довести свои идеи до широкой аудитории, да? Ага. Показать свои силы, показать, ну, то, что ты смотришь, а когда-то другим посмотришь. А потом человек не просто так нафотографирует, потому что ты чувствуешь, какой-то такой объект, необычный, какой-то классный, какой-то орлёк, что-то такое. Показать другому, поделиться, может быть, каким-то любимым, может, каким-то мгновением интересным. Там, животное с какой-то стороны, там, капелька росы утренять. То есть тоже не каждый выйдет, а ты как-то случайно повернулся и где вот это пауло, идет эта сфотография. Историю ищут, потому что там, что-то, 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 что-то. Задокументировать, сохранить. Также в поисках новых проектов, которые будут тебя мотивировать дальше работать и развиваться. То есть не всегда знаешь, куда можно еще дальше идти. Это помогает поиск и поезд. Я вот сейчас думаю, что можно еще получить, например, обратную связь, а во-вторых, можно, ну, то есть в процессе работы ты, ну, проделываешь, собственно, работу. То есть как-то ты не просто отходил, да, то есть к этому у тебя идет некая исследовательская тема и ты формулируешь какие-то вещи. Это для себя, чтобы ты понимаешь, лучше, потому что ты делаешь. Ну, то есть это и самоанализники, даже без учета той обратной связи, которую ты получаешь. И для души. Ваше здорово. Ощущение соперничества. Да, это только подстагивается. Очень здорово, потому что я в ваших словах услышал моменты про обучение, это очень ценно, потому что обычно люди в первую очередь вспоминают про какие-то желания выиграть, желания там награды, там еще что-то и так далее. То есть у меня, в принципе, ну, в кейсах есть разные истории, как, например, там, участие в фотоконкурсе помогло мне стать амбассадором одной крупной компании, да, производителя фототехники. Есть кейсы, когда на различных церемониях заводились просто очень классные знакомства, которые потом очень были долгоиграющими, оказывали много пользы для моей карьеры. И это все происходило именно вот в рамках фотоконкурсов. Ну вот, потому что когда ты выиграешь какой-то фотоконкурс, там всегда организуют вот такую тусовочку, да, вот, кстати, о, я в пиджаке, это очень редко, это редкие кадры. И там, как бы, можно вот как раз завести очень много таких профильных знакомств. То есть это был Нью-Йорк, это Дубай, да, и это действительно так. Ну, то есть прям серьезно так. Но есть одно большое но. В чем оно заключается? В том, что самая главная мотивация для меня – это именно развитие, мотивация к участию в конкурсах. Я участвую в конкурсах с 2009 года. И почему эта мотивация самая классная, я вам ее рекомендую. Но мне очень здорово, что я ее услышал в ваших словах, да, это очень классно, мне очень сильно повезло с аудиторией. Потому что именно мотивация обучения, она настолько сильная, что позволит вам добиться успеха, на мой взгляд. Потому что на самом деле желание выиграть, желание выделиться – это очень опасная история, потому что не получив, не выиграв, а очень сложно выиграть, ну, там, с первого раза или с каких-то первых попыток, мы чувствуем разочарование, да, почему? Ну, потому что мы хотели еще что-то получить, и этого не получили. А вот если мы участвуем в конкурсе с целью чему-то научиться, то тогда мы в выигрыше каждый раз, да, и каждый раз мы побеждаем. Почему? Потому что мы в чем-то разобрались, что-то поняли про свою фотографию, про фотографию вообще, соответственно, продвинулись. То есть мы всегда в выигрыше. И вот, на мой взгляд, именно такая мотивация должна быть для участия в фотоконкурсах. Она, на мой взгляд, самая здоровая, самая долгоиграющая и способная довести вот до максимального результата. Поскольку год за годом, раз, если вы продолжаете чувствовать в фотоконкурсах, рано или поздно победы вам к вам все равно придут. Да, то есть это практически неизбежно. Что необходимо в первую очередь делать, да, для того, чтобы конкурс смог для нас сработать, как такой обучающий материал. Значит, в первую очередь нам необходимо произвести работу. Вот это слово «работа», да, я вот тоже услышал из ваших уст, это очень круто. Ну, я для себя разделяю на три части. Это анализ жюри, работы прошлых лет и выбор номинации. Значит, анализ жюри – это очень полезная история, особенно в тех конкурсах, когда у нас жюри представлено в основном профессиональными фотографами. Ну, то есть, что нам даст анализ жюри? Мы можем посмотреть на фотографии жюри, задать себе вопрос, о чем они, какие ценности, да, у того или иного члена жюри, и, соответственно, получить представление, да, какую фотографию этот человек может ожидать, увидеть. В среде конкурсных работ. Опять же, это все, нам 100% все вот эти просмотренные фотографии, нам пойдут в плюс по пункту насмотренности, да, насмотренность фотографии – это очень классно, так что, смотря чужие работы, мы никогда не будем в минусе. Второй момент – это работы прошлых лет, это победители прошлых лет, да, то есть, это те фотографии, которые в данном конкурсе отмечались как победители. Это тоже очень важно, потому что у разных конкурсов есть разные концепции, разные особенности, и одни фотографии скорее выиграют там, а не в другом месте, да, вплоть до того, что, в принципе, одна и та же серия, она, как правило, даже отбирается по-разному для разных конкурсов, да, исходя от всей этой специфики. Поэтому, соответственно, работы прошлых лет – это тоже прям вот наш с вами хлеб, то есть, вот, есть большое количество конкурсов, где заботливо для нас организаторы хранят архивы победителей, и, соответственно, у нас с вами есть возможность это все просмотреть, да, за весьма бородатые года даже, и это стоит делать, да, то есть, это второй пункт. Ну, и третий пункт – это уже когда мы начинаем подходить непосредственно к подаче работ, к выбору номинации, да, то есть, при выборе номинации нужно очень тоже проанализировать ее ширину и насколько высока там будет конкуренция. Ну, например, вот можно привести такой пример, вот, очень часто, допустим, в том, что касается конкурсов, которые включают в себя, в том числе конкурсы, как которые для любителей, да, то есть, любительская фотография, хотя вот, ну, вот, слово любительское ее по-разному воспринимают, ну, для меня это слово люблю, вот, и на самом деле любительская фотография, она может быть совершенно гениальной, просто, как правило, любители оперируют как раз одиночными фотографиями, да, а фотографы профессиональные, они оперируют сериями, да, Я вижу такую разницу. И очень часто любительская фотография пытаются объяснить не жанрами, а более такими словами, которые были бы понятны аудитории. Например, в одном и том же конкурсе могут быть такие номинации. Например, движение и стрит-фотография. И вы понимаете, что в принципе они пересекаются. То есть движение более общее. Движение – это и котик прыгнул, и водичка покапала, и все что угодно. А стрит – это чуть более узкая тема, но там тоже может быть движение, оно тоже там классно работает. И при выборе номинации нам нужно анализировать с той точки зрения, куда подходит наша работа и где она встретит меньшее количество конкуренции. То есть подавая свою работу, задайте себе такой вопрос. В какой номинации моя работа встретит меньшее количество конкуренции и будет более оригинально. То есть на самом деле номинации можно интерпретировать достаточно широко. То есть к этому вопросу, к выбору номинации обязательно нужно подойти творчески. Дальше давайте поговорим про критерии отбора на конкурс. Ну здесь, в общем-то, мы попытаемся создать некую ценностную шкалу, что в фотографии на самом деле очень сложно. Ну и многие считают, что это вообще дело неблагодарное. Вот, но мы попытаемся. Здесь я попытаюсь, опять же, очень много слов попытаюсь. Буду использовать наработки Лапина, который он озвучил в своей книге «Фотография как», а именно «Четыре фотографические задачи». То есть разделение фотографии процесса его создания на решение четырех фотографических задач. Я сейчас это озвучу, ну и я думаю, что вы поймете, о чем речь. Смотрите, фотографические задачи распределены не по очередности их решения фотографом, а по сложности. Ну давайте попробуем догадаться. Вот как вам кажется, какая самая первая задача, которую решает фотограф? Самая простая и тривиальная. Но, тем не менее, фотограф, создавая любой снимок, он вынужден, поскольку фотография – это технический вид творчества, он вынужден с ней бороться. И, к слову, когда начинающий фотограф приходит в фотографии, он также начинает бороться, бодаться в первую очередь с этой проблемой. Да, вы абсолютно правы. Можно более общим словом сказать, вообще техническая, да, то есть техническая задача. То есть первая фотографическая задача заключается в том, чтобы мы правильно проэкспонировали кадр, да, чтобы резкость была там, где нужно. Чтобы, исходя из нашего творческого замысла, что-то было резко, а что-то, может быть, не резко, да, и так далее. Чтобы мы владели техникой, технической основой, да. Это самая-самая база, ну с этого прямо начинает. То есть, в принципе, проще этого, наверное, сложно что-то найти. Вторая фотографическая задача заключается в том, чтобы выбрать рамку кадра. Выбирая рамку того или иного кадра, наша задача взять в этот кадр все нам необходимое для нашего творческого замысла и постараться из этого кадра удалить на этапе выбора рамки кадра все лишнее, мешающее и отвлекающее. Далее мы переходим к третьей фотографической задаче. Это создание героя в нашем снимке. Уже внутри нашего сформированного кадра нам необходимо определенными фотографическими приемами визуальными создать однозначного для зрителя героя или героев, да, то есть они могут работать в связке, может быть, главный, второстепенный и так далее. Но чтобы это все для зрителя было читаемо и понятно, да, чтобы очень характерный симптом ошибки с решением третьей фотографической задачи, это когда фотограф показывает ту или иную фотографию и начинает сопровождать ее пояснениями. Вот смотрите, вот там третий ряд слева, второй человек, не знаю, там улыбается, да. То есть это говорит о чем? О том, что не решена третья фотографическая задача. То есть не создан герой, для зрителя герой не очевиден, да, вот, соответственно, у нас фотография теряет свою выразительность. Ну и четвертая фотографическая задача – это создание фотографии смысла. Создание фотографии смысла, то есть мы, у нас изображенное, изображаемое, фотографии становятся разными вещами, да, то есть набор изображенных объектов в сумме дают некий новый смысл, да, который, ну, зритель может считать, может не считать. Тоже все достаточно субъективно. Но, тем не менее. Вот если мы с вами задумаемся, каким количеством способов можно решить каждую из задач, то, в принципе, наверное, вы согласитесь со мной, что первые три задачи имеют конечное количество способов их решения. Ну, есть конечное количество, там, каких-то композиционных приемов, есть конечное количество каких-то способов выделения, там, того же самого главного, да, и есть какое-то конечное количество тоже технических ухищрений, пускай их очень много, но тем не менее. А вот способов передать одну и ту же идею визуальным языком их бесконечное количество, да, и, в общем-то, вот здесь как раз, на мой взгляд, заключается та творческая глубина фотографии, да, к которой, ну, мне кажется, все мы как фотографы стремимся, да, то есть вот, на мой взгляд, именно здесь зарыто творчество. И я хочу вам сейчас просто показать примеры, и давайте попробуем посмотреть на эти фотографии как на творчество. Это будут примеры двух фотографов, это Элиот Эрвид и Жильберг Гарсан. Это фотографы из двух разных миров фотографий, да, то есть это первый, это фотограф, который снимает в непостановочном стиле, да, и второй, это арт. То есть, ну, как известно, фотография по принципу постановочности у нас делится на два больших мира, вот, ну и, соответственно, мы из каждого мира по представителю посмотрим. Ну, вот Элиот Эрвид – это один из моих любимых фотографов, вторым, наверное, своим любимым фотографом я бы назвал Алекса Веба. Вот давайте посмотрим на эту фотографию как на творчество, да, как на некий снимок с неким смыслом. Вот давайте я вам перечислю здесь фактуру, то, что изображено, а вы задайте себе вопрос, что это изображает. Что изображено? Кусок американского флага, значит, кусок торса мужчины, ручка какая-то, видимо, от какого-то ведерка, кусок пляжа, кусок моря и не очень фактурное небо, видимо, пасмурное. Да, это фактура, это то, что изображено на снимке. Мы это перечислили просто вот списком. А как вам кажется, что это изображает? Буржуинство. Якобы суть. Буржуинство, суть Америки. Сытость, достаток. Уикенд. Уикенд, отдых. Уикенд, отдых. Ну, в принципе, да, опять же, абсолютно нормальная история, когда мнения разделяются. Почему? Потому что в том, что касается восприятия какого-то образа, у нас у каждого свое поле ассоциации, соответственно, одного результата быть не может. Вот, ну, да, на мой взгляд, вот если, как бы, вот спросить меня, да, о чем этот кадр, то для меня это история про именно ожирение, да, то есть что я вижу здесь с точки зрения фотографа, что он сделал. Смотрите, он убрал лицо, когда мы убираем лицо, мы начинаем говорить не о конкретном человеке, а как бы о группе. Когда мы вместо лица делаем флаг, соответственно, мы получаем, как бы, ну, некую нацию, да, то есть некую общность людей. Ну, а дальше здесь из признаков, ну, больше всего выделяется именно округлость, да, и, соответственно, да, вот это первое, что бросается в глаза. Нельзя сказать здесь, что это окончательный, как бы, какой-то вариант. Как сказал Давлатов, ткань художественного произведения состоит из того, что художник хотел выразить, сумел выразить и выразил сам того, не желая, вот, но, тем не менее. Давайте посмотрим еще один вариант. А это, как вам кажется, про что это? У него вообще все классно с чувством юмора, он вообще классный парень был. Я познакомился с его сыном Мишей на одной из церемоний в Дубае. Мы сейчас только толкуем. А? Мы сейчас только пытаемся толковать. А вы понимаете, что это? Ну, почему? Смотрите, вы знаете, вот Пенхасов как-то на одном из мастер-классов сказал, что удачный снимок – это ошибка просто со знаком плюс. Вы понимаете, творческий процесс, он может быть в любую сторону. Он может быть как из головы, воплощая и ища некую творческую мысль, да, обволакивая ее, а также он может уже по факту быть. То есть вы что-то сняли, а потом вы просто поняли, про что вы сняли. То есть и творческий процесс, он имеет место быть в обе стороны. Но самое главное всегда для автора – это понять, про что ты снял в итоге. Мы к этому сегодня вернемся еще. Вот я преподаю в Новосибирском государственном университете, за мной студенты записывают в Новосибирском государственном университете на факультете журналистики. Ну, в журналистике я преподаю фото-журналистику, технические основы фотографии. За мной студенты записывают иногда какие-то фразы, И вот есть такая одна цитата, хорошую фотографию может сделать каждый, не каждый может понять, что он ее сделал. Да, я уже Довлатова упомянул в этой связи. А как вам кажется, кстати, через что мы можем считать авторское толкование работы или серии? Нет. Через что? Через какой инструмент автор дает нам свое видение своего произведения? Название. Название работы. Не капшн, а название. А у этих работ есть название? Каждая собака похожа на своего хозяина. Да, почему нет? Очень хорошая интерпретация на самом деле. И причем, вы же понимаете, что здесь нет никакого фотошопа, это ракурс. Очень хорошо. Студенты у меня долго не хотели верить. Долго разбирались, как это было снято. Тем не менее, идея считалась. Это говорит о том, что снимок работает. Здесь что, как вам кажется? Солнце, которое освещает Папу Римского. С высока. Ну, имеет сведу из того. Свет никак не света, а как-то. Остальное все темное. Божественный свет. Божественный свет. Или святость. Вообще, идет какой-нибудь картин. Особенно, что на нее смотрят так. Да, вот этот треугольник, который композиционно образуется здесь, благодаря этим двум взглядам. Да, он очень сильно работает. Ну и плюс ко всему, решение, ну именно вот таким образом, выделением света, да, здесь выделили главное в кадре, оно здесь формирует смысл. И, причем, абсолютно не важно, случайно или нет. То есть, вот это уже для нас не важно, с точки зрения того, что мы смотрим на результат. То есть, задумал это фотограф, понимал этот момент съемки, не понимал, это абсолютно не важно для нас. Да, да, глаза людей здесь очень многое додают. Окей. Ну давайте еще вот эту фотографию посмотрим, я очень люблю. Фотография снята, кстати, в Советском Союзе. Знаете, за что я люблю очень эту фотографию? За то, что она очень просто снята. В каком смысле просто? Чтобы снять эту фотографию, достаточно сейчас любого мобильного телефона. То есть, здесь просто широкий угол, все. Здесь нет там какой-то, не знаю, глубины резкости, какого-то телевика там, или, не знаю, каких-то чудес технических изображений. То есть, этот кадр, он очень простой, и он может быть сделан вообще на любой абсолютно сегодня телефон. А посмотрите, какой классно пойманный момент, и какой он получился такой живой и разговаривающий со зрителем. Вы говорите, что как мило, они все удивились. Ну, а видите, да, то есть, раз, опять же, да, вот, раз фотография рождает у вас эмоции и рождает у вас интерпретации, да, значит, она работает. Окей. Да, для меня, вот, для меня эта фотография, это такой очень легкий, ироничный, без морализаторства диалог на тему того, какой же все-таки выбор лучше сделать, вот, холостой или замужний. Давайте еще, в принципе, я думаю, направление мысли понятно, да, и давайте второй вариант, это Жильберг Гарсен, достаточно интересная у него история. Он был предпринимателем и, выйдя на пенсию, стал заниматься фотографией, вот, и за 10 лет попал практически во все основные собрания музеев мира, да, это очень еще классный пример того, что фотография никогда не поздно. У него совершенно другой творческий процесс, то есть, если у нас Элиот Эрвид, это непостановочная фотография, да, где-то там пойманная, подсмотренная, увиденная, то здесь это, ближе всего, наверное, это коллажирование, да, это назвать можно, то есть, это вот вырезание таких фигурок и затем формирование каких-то вот таких сюжетов. То есть, понятно, что здесь совершенно по-другому может идти творческий процесс, да, чем в предыдущем смысле, в предыдущем варианте, но смысл, результат с точки зрения визуала, да, он все равно воспринимается точно так же. То есть, что бы вы здесь сказали? — Что с другой мозг вообще? — По-другому человек может работать? — Ну, конечно, у всех у нас по-другому мозг работает, и слава богу. Смотрите, как скучно было, без всех одинаковое было все. — О чем для вас этот кадр, как вы считаете? — Да, Сизифов Турт прекрасный, или Жизнь по кругу, да, как вариант. — Почему бы я по-другому? — Вот здесь, смотрите, здесь, кстати, очень классно видно, как изображенное, изображаемое становится разным, когда формируется образ. Изображена решетка для гриля, но что она изображает у нас в этом снимке? — Темницу для разума, да, и вот эта вот рука, которая у нас в общем-то здесь говорит о том, что это самоограничение. Да, то есть, что это не какое-то там ограничение мира, а что это самостоятельный процесс. И опять же, да, вот эта вот свободная композиция с большим количеством воздуха, которая у нас очень часто оказывается популярной, да, здесь опять же у нас это все имеет смысл. Какой? Да, нам нужно показать, что вне этой решетки свободное пространство, да, что там все хорошо, да, то есть, а проблемы, в общем-то, есть только там, где у нас есть эта решетка. Есть очень похожий по смыслу граффити у Бэнкси, может быть, помните, там, где девочка стоит под зонтом, из-под зонта идет дождь, а она вытягивает руку, а там сухо. Вот если вспомните, вот для меня эта работа очень близка по своей смысловой нагрузке, именно вот с этой работой Бэнкси. Окей, а, ну вот еще вот это можно показать классно тоже. В эпоху соцсетей, мне кажется, вообще прям огнище. Окей, поговорили с вами про творческую глубину, да, то есть, вот то, что мне хотелось до вас донести, это то, что именно вот в создании смыслов, да, и считывании этих смыслов с ваших работ и заключается, на мой взгляд, творческая глубина фотографии. При этом мы смотрели с вами одиночные работы, да, ну как синглы, но можно поставить задачу и передать смысл и в серии. И тогда это у нас будет, собственно говоря, с вами фотоистория, да, фотоистория, можно также назвать ее фотопроектом, ну, в общем, какое-то сюжетное объединение снимков, в которых вы, как автор, раскрываете или доносите некую идею, да, какую-то, которую вы хотите поделиться. Собственно говоря, это все заключается, идея заключается в том, чтобы использовать силу истории. Вот пример из интернета, давайте просто посмотрим. К сожалению, не помню. Вот тут с авторством проблема, но суть не в этом. Смотрите, вот как вам кажется, сколько хороших фотографий в этой серии? В принципе, да, я с вами согласен абсолютно. Да, они все очень простые, проходные, и если мы возьмем с вами любую из этих снимков, ну, любой из этих снимков и выдернем его из этой истории, и просто вот он нам попадется отдельно, он для нас будет стоить ровным счетом ничего, да. Но посмотрите, как вы реагировали, да, когда вы смотрели их серии. В принципе, здесь применены такие типичные киношные монтажные приемы, то есть мы через укрупнение, да, вот происходит нагнетание, развязка, кульминация, то есть здесь все вот эти вот, как говорится, правила, они все работают. Ну, в принципе, да, но я боюсь, что восьмой, вот этот вот, здесь он более грустный, я склонен считать все-таки. Ну, это правда, любую историю можно пытаться сокращать, да, это так. Ну, и давайте приведу вам еще вот такой пример, это серия Life and Death, жизнь в смерти, это Нэнси Бродвиг, это победитель World Press Photo. К сожалению, не помню год, не написал. Ну, я здесь не буду ничего комментировать, потому что история, в общем-то, расскажет все сама за себя. Продолжение следует... Вот такая вот работа. То есть вот настолько сильная может быть фотоистория, да, то есть она настолько может фиксировать вехи и оказывать настолько сильное эмоциональное воздействие. Здесь есть очень много, ну, интересных авторских моментов, да, то есть те вещи, на которые обращал внимание автор. Ну, например, вот здесь, да, вот это вот состояние, смотрите, да, то есть и здесь вот очень много авторского именно отношения, ну, потому что документальная серия, она ставит задачи не просто зафиксировать какой-то процесс или какое-то событие, да, а в конечном счете это, ну, отражение некого субъективного введения автора и субъективного взгляда автора на эту проблему. Ну, и дальше давайте перейдем к принципам построения истории. Ну, для начала давайте поговорим про фотографию, как про язык. Кто сможет перевести здесь написанную? У вас очень хорошо получилось. Ну, здесь лучше, да, здесь понятно. Вот, ну, а хотя бы язык. Китайский. Первое, что в голову пришло, или прям разбираетесь? Я понял. Хорошо, допустим, китайский. Хорошо. Хорошо. А теперь давайте посмотрим фотографии. Насколько они окажутся для нас понятными. Вот это фотографии китайского автора, а то было действительно китайский язык. И вот вы знаете, вот сила фотографии в том, что язык образный, язык изображения, он перешагивает через вот эти вот проблемы вербального восприятия, да, через проблемы восприятия языка. И каким-то чудесным образом с помощью фотографии мы можем с вами общаться абсолютно со всем миром, не испытывая вот этих вот трудностей перевода. И вот фотографию я бы воспринимал именно как язык визуальной коммуникации, да, то есть язык, с помощью которого мы можем что-то сказать другому человеку. Есть такая тоже цитата Филиппа Делориоке. Фотография – это иностранный язык, о котором каждый думает, что он умеет на нем разговаривать. Давайте посмотрим, окей, посмотрели на фотографию, как на язык визуальной коммуникации, да. Соответственно, раз это язык, мы каким-то образом можем на нем общаться и можем с его помощью что-то передавать. Давайте посмотрим, как может формироваться фотоистория на примере нескольких работ. Вот, опять же, охота с легавой, к сожалению, затрудняюсь вам сказать автора, тоже где-то с интернета каких-то очень давних времен она была сохранена. Смотрите, да, то есть здесь шесть работ в этой истории. Первая работа, что мы здесь видим? Видим поле, да, то есть первая фотография нам дает сцену, то есть мы понимаем примерно время, понимаем место, да, но пока ничего больше не понятно. Дальше вторая фотография дает нам контекст, представляет нам героя, и в принципе, ну, после этого уже все становится понятно, да. Дальше начинает развиваться действие. Дальше нарастает, происходит кульминация, и они уходят в закат, да. То есть вот очень такой хороший пример линейного построения истории, да, где вот, вот, а, да я, да, вот как фраза, как высказывание, как, ну, так же, как у нас в тексте предложения, да, то так же у нас здесь вот в истории. А вы знаете, вот в фотоисториях, опять же, вот тут полную, не случайно я завел речь о текстах, здесь абсолютно полная, как бы, параллель. И плюс ко всему мы можем сюда еще приводить все правила монтажности, то есть когда мы отбираем историю, когда мы ее формируем, абсолютно все правила с видеомонтажа, они все абсолютно применимы. Они все там абсолютно работают, и, ну, как бы, вот, это один из первых моментов, да, то есть хотите научиться отбирать истории, да, учите правила видеомонтажа, как бы парадоксально это ни звучало. И то же самое, хотите начинать рассказывать истории, да, попробуйте ее сначала написать. То есть вот точно, точно так же абсолютно, потому что точно так же, как мы пишем, да, мы фактически так же должны каждой фотографией блок за блоком каким-то образом доносить нашу идею до зрителя. Но при этом истории не обязаны быть такими линейными. Вот давайте вспомним примеры из кинематографа, да, у нас же есть очень разные сюжетные ходы, и очень многие фильмы, они не следуют линейной вот этой вот цепочке, да, от А до Б, да. То есть мы там, могут быть сюжетные переходы, отступления, возвращения и так далее, и тому подобное, да, то же самое у нас может быть все в истории. Это серия Владимира Вяткина, он назвал ее «Радио Монте-Карло», «Падение», давайте посмотрим. И фактически серия – это раскадровка всего лишь одного сюжета, да. Но вот здесь очень классно, что Владимир Юрьевич, опять же, да, он вот это все представил, как вот слово «радио» здесь, на мой взгляд, является ключевым в восприятии этой серии. Вот слышали хоть раз трансляцию спорта, спортивного какого-то мероприятия по радио, да? Вот реально, вот это очень похоже, да, вот каждый кадр мы можем себе внутри сказать, да, как будто мы слушаем вот этот вот репортаж, и здесь вот, собственно говоря, раскадровка фактически одного из этого, всего лишь одного момента, да, он из этого сделал серию. При этом есть еще и итог, да, вот это вот, вот это карточки, вот эта карточка, да, без них бы тоже это все не сложилось. То есть это все усиляет нашу историю, да, делает ее более емкой, более законченной. И еще одну серию давайте посмотрим «Девушки, рыбы и птицы» тоже Владимира Юрьевича Вяткина. Вот такая заходная карточка, да, отправная точка. В принципе, здесь мы видим, можем считать все контексты. То есть здесь и вид спорта сразу видно, в общем-то. Ну давайте мы сначала посмотрим, потом можем немножко обсудить. Очень красивая серия, кстати, в цвете, особенно вот эти подводные съемки. Вот эта работа, по-моему, выигрывала WordPress Photo, если не изменяет память. Здесь тоже самое история, смотрите, то есть есть точка входа, есть точка выхода, да, и между ними у нас некий тренировочный процесс. Ну, то есть, при этом, в принципе, да, вот как вы считаете, а можно вот вне вот этих двух точек рэперных, вот эти фотографии внутри, можно их друг другу менять местами? Поменяется смысл? В принципе, не особо. То есть они должны быть скорее здесь сопряжены по крупности, ну, чтобы вот именно было, не было ощущения повтора, да. То есть это некий такой накопительный эффект. То есть мы поставили две рэперные точки, старт и конец, да, а внутри мы насыщаем зрителя разными впечатлениями, показываем разные стороны этого процесса, да, то есть вот, соответственно, может и так быть исторично построено. Ну и, в общем-то, способ построить эту историю, их бесконечное практически тоже количество способов, да, то есть так или иначе вы можете ее рассказать самым разным образом, да. Есть некое переключение между крупным планом и средним планом, опять же, да, то есть несколько кадров есть, которые подряд чередуют что-то очень крупное или что-то... Да, конечно, но это, опять же, вот чередование планов – это тоже базовый принцип там и фоторепортажа, и, в общем-то, работы с видео, да, то есть не залипать на одном плане, да, а чередовать планы, потому что таким образом мы как раз формируем разнообразие, да, то есть мы не даем зрителю устать и таким образом поддерживаем его внимание. Ну, давайте, окей, посмотрели примеры, как у нас могут быть рассказаны фотоистории, давайте немножечко фотопроекты разобьем по визуальному ходу, какие визуальные ходы, ходы, простите, мы можем применить. То есть вот один из визуальных ходов – это как раз история, да, про которую мы говорили. Я вам покажу сейчас серию Евгения Иванова, серия называется «Судьба артиста». – Причем, опять же, я поделюсь таким образом. небольшой кухней то есть это снималось несколько подходов и ну то есть вот это трагическое событие которое в конце ну то есть она не планировалась грубо говоря снимать то просто так сложилось вот а в дальнейшем это уже было сложено жене как история да то есть он выбрал именно эту точку перехода то есть у него был снят вот этот кадр да и он взял ее именно как точку перехода и соответственно дальше да вот да да складывал эту историю то есть документальные проекты могут сниматься десятилетиями ну то есть и свой конечный вид обретать уже спустя очень очень продолжительное время второй вариант это проект подобия серия закрытой территории проект подобия да то есть когда мы берем с вами под подобие может быть по визуальному ходу да то есть по там крупности по объекту по там какому-то художественному решению да то есть и вот в рамках этого подобия мы можем тоже рассказывать самые разные истории здесь например данила взял вот этот вот белый обволакивающий цвет да который достигается зимой и соответственно дальше какие-то артефакты там прошлого будущего настоящего да которые вот он ездил снимал по самым разным точкам по самым разным местам еще один пример проекта подобия это петер менцель недельный рацион обычной семьи тоже достаточно такой вроде бы очень простой концепт то есть он брал семью просил их выложить вот те продукты которые вот на неделю им да при этом опять же с точки зрения фотографии посмотрите ну если мы будем говорить с точки зрения портрета но это прям очень в лоб ну прям очень в лоб но посмотрите как круто это все смотрится если добавить вот такого контраста да то есть вот так это просто фактология достаточно скучная но вот вот с этим серия совершенно по-другому начинает восприниматься то есть она начинает быть ну такой достаточно злободневной и поднимать вопросы такие как например справедливость распределение ресурсов до по планете то есть и казалось бы смотрите очень простой ход очень простой ну то есть тут даже мне кажется ну я пет петера не хочу ни в коем случае обидеть но мне кажется что вот снять не так сложно было как придумать вот на мой взгляд да может быть вы со мной не согласитесь но вот мне кажется что так но сама идея я считаю гениально да идея и вот именно мне кажется это не так сложно если вот вы это придумали понимаете вот если вы это придумали и дальше все как правило и идет уже как по маслу главное придумать вот самое сложное в проекте это найти визуальный ход найти идею найти тему да и вот собственно говоря в ней работать окей ну понятно да то есть проект подобия мы подобными какими-то фотографиями работаем ну и можно назвать это частным случаем проектоподобие но выделим в отдельно портрет тоже очень много таких проектов до портретные проекты они бывают разные то есть можно все что угодно здесь придумать вплоть до того что вот давайте антон афанасьев да это вот придумывая территория например все что угодно может быть вашей темой то есть вот все что вам интересно может быть вашей темой вплоть до того что вот смотрите Человек снимал просто людей, которым не лень, и кто что-то делает, живя в каких-то многоэтажках, что-то делает, скажем так, по дому, по саду. Это как раз это передача первого? Конечно, потому что это портретный проект, соответственно, да, в любом портретном проекте. Ну, вот это вот очень такой классический подход, серия ветераны, красивый контрастный свет. Это у нас Катерина Костецкая, да, прекрасные ветераны, да, тоже вот серия проекта портретного. И еще одну серию покажу, Татьяна Антонюк, очень классный концепт, догадаетесь? Да, серия называется «Родная кровь», смотрите, именно название, то есть круто, когда можно догадаться без названия, но именно название всегда вам дает авторскую идею, как это увидел автор, да. Очень крутая тема, «Родная кровь» тоже, смотрите, какой крутой концепт человек придумал, потрясающий, я считаю, да. То есть взять двух представителей одной из семьи, но разных поколений и через одежду показать их родство, через одежду заставить зрителя сравнивать их, да, сопоставлять, находить сходство. Тут у Антонина есть, правда, два леопарда, ну, на шесть фотографий два леопарда, на мой взгляд, многовато, но идея гениальная, абсолютно. Давайте поговорим про отбор. Когда я только-только начинал еще свой путь в фотографии, наверное, году в 2008-м, я попал на площадку «Фотополигон». Кто-то знает про нее что-нибудь, может, слышал? Ну, в общем, вот в этих годах примерно Артем Чернов ее создал, и площадка в тот момент представляла из себя очень классную возможность пообщаться практически со всеми ведущими фото-журналистами страны. Она была очень свежая, туда вот за счет личных связей были заведены именно те люди, которые в тот момент снимали для ведущих изданий, СМИ и так далее. И был такой очень классный момент, пока еще не набежало всяких студентов, там, просто любителей и сторонних. В общем, был очень такой квалифицированный кворум, и была система рейтингов, которые очень классно давали классную очень обратную связь, очень классный обучающий эффект. Вот я «Фотополигон» за это сообщество очень благодарен, хотя там достаточно быстро это перестало быть релевантным, потому что при достижении определенного количества пользователей, там начались какие-то войны, там какие-то питерские школы фотографии стали ставить минусы каким-то московским. Ну, в общем, началась какая-то социализация, в общем, фотографии не имеющие ничего с ней общего. Но был момент, когда было просто все великолепно, и вот я там познакомился с Димой Марковым. У него достаточно большой, по-моему, блог, насколько я знаю, не знаю, может быть, кто-то слышал Диму Марков? Ну, окей, не важно. В общем, хочу рассказать вам про тот эксперимент, который он вот еще в то время, которым он поделился. Дима снимал тему социального сиротства, ну, это всегда была, насколько я знаю, одна из его тем. И провел такой эксперимент. То есть он взял камеру, какой-то самый простой Canon, самый начальный, поставил ее на зеленый режим и отдал воспитаннику просто на несколько дней. И вот он ходил, снимал, ну, вот что ему показалось важным. Там было какое-то, какие-то тысячи фотографий из этого всего. И потом Дима это взял все, отобрал, что-то кадрировал, что-то там, да, как-то еще. И вот посмотрите на серию. То есть вот что здесь я хочу, на что обратить ваше внимание. Серия снята человеком, не просто ни разу не снимавшим, а даже, ну, наверное, ну, не имеющим представления о фотографии, по большому счету, да. Но отбирал эту серию человек с определенным видением, с определенным собственным стилем фотографии, да. И вот посмотрите на эту серию. Как вам? Особенно вот это. Вот задайте себе вопрос. Вот если бы сам воспитанник отбирал, вот, допустим, оставил бы он эту фотографию, или там какие-то другие, да, и мы бы утонули вот в этих тысячах фотографий, а если бы мы смотрели тысячи фотографий, мы бы в них утонули и вообще бы ничего не поняли, да. Смотрите, как они, а вот, собственно говоря, сам автор. А вот теперь, внимание, вопрос. А кто же автор этой серии? Как вам кажется? Тот, кто отобрал. А вы хоть раз видели, вот, серия, и там написано «отобрал». И вот вы знаете, вот, и мне кажется, что в фотографии это, вот это парадокс. Вот возьмем кинематограф, да. Вот кто считается автором фильма? Режиссер. А он писал, он придумал эту историю? Нет. А он снял вообще? Ну, может быть, где-то что-то, да? Но тем не менее, да, снимал все-таки оператора и так далее. А художник, там эффекты, художник по костюмам. То есть работала целая вообще толпа народу. Автор, режиссер, как так. Насколько интересных фильмов, которые имели хороший сюжет, хороший режиссер, но плохого режиссера, и поэтому нет. Правильно. А что делал режиссер? За что он в итоге-то автор? Он являлся точкой отбора. Вот если выражаться языком приближенным к фотографии, он являлся точкой отбора. То есть этот план мы возьмем, а этот нет, а этот переснимем. Да? Это да, а это нет. Я так вижу. То есть он был точкой видения, точкой сборки. Вокруг его видения вот это все собиралось в единое целое. А в фотографии вообще не так. И это, кстати, лазейка на самом деле. Понимаете, почему лазейка? В каком смысле лазейка? Ну в том смысле, что, допустим, тот же самый конкурс не спрашивает, кто отбирал. Только тот, кто снимал. Понимаете, да? А как мы с вами сейчас только что посмотрели на примере Димы Маркова, уровень фотографа очень сильно влияет на уровень отбора. Потому что мы с вами возьмем тысячу фотографий, каждому дадим на отбор, каждый отберет, в общем-то, свои фотографии, которые будут отражать его, на данный момент, его восприятие фотографии, его видение, да? И так далее. Интересный инсайд, правда? Да? Что я этим вам хочу сказать? Что нам нужно стремиться быть не только операторами, но и режиссерами своей фотографии, да? То есть мы фотографии фактически в одном лице совмещаем и художника по костюмам, ну и так далее, да? Но это если у нас арт-фотографии. Понятно, что в репортаже мы ничего этого не делаем, да? Но тем не менее. Тем не менее, все равно у нас даже в репортаже должен быть план, должно быть видение, да? То есть пытаться без мысли снять серию, а потом ее собрать, это примерно то же самое, что взять коробку с пазлами, трясти ее и надеяться, что там все само соберется. Вот. То есть, поэтому тем не менее, да, все равно у нас должно быть видение. Давайте поговорим еще про такую вещь, как авторская позиция. Хочу показывать вам сейчас две серии. Первая серия – это Гаврильчик, Таня, а вторая серия – это Александр Петросян. Давайте просто посмотрим и мысленно сравним. Первая серия – это Александр Петросян. Как вам кажется, в чем разница между сериями? – А теперь лучше включается, лучше на характер. – Это, например, в смысле. – Угу. – Не, но и коллекторам. – Очень яркие. – И вовремя, если человек ходил. – Есть еще мнение. – Первая серия – повезло, а вот это театр. – Если бы нам... – Вот, а мне бы хотелось обратить ваше внимание, как вот одна фактура может быть подана совершенно по-разному, да. То есть очень часто мы слышим от фотографов, что вот там с фактурой не повезло, там, или повезло, да. Но мне бы хотелось, чтобы вы все-таки, как вот фотографы, воспринимали фактуру, как некое тесто, из которого вы будете лепить некий результат, да, создавать, исходя из, в общем-то, своего видения, да, чтобы не фактура нам диктовала и куда-то нас свела, да, а чтобы мы интерпретировали эту фактуру, да, каким-то определенным образом и в соответствии со своим видением, да, создавали вот ту или иную коннотацию, тот или иной смысл, тот или иной подход. То есть, в принципе, любая фактура может быть передана совершенно по-разному, да, то есть фактура – это, ну, это неданность, да, то есть потому что интересен не факт, а точка зрения на него, да, как сказал Брессон. Хотел вам показать проект «Новое поколение». Почему хотел вам показать? Потому что здесь интересно тем, что этот проект, есть, короче, отбор Козырева. Юрия Козырева, знаете? Нет? Военного знания. Ну, в том числе, да. То есть интересно тем, что это был большой проект, но он назывался «25-летние», да, это проект был посвящен тем детям, которые были рождены уже в России, да, они в Советском Союзе, и, соответственно, вот проводился такой срез, да, то есть вот это те люди, которые родились уже в новейшее время, да, в нашей истории, и, соответственно, вот Юрий был куратором, он смотрел работы, да, помогал делать варианты по отбору, вот. Вот. И, ну, я хочу вам показать именно эту серию, именно потому, что здесь есть возможность посмотреть отбор Юрия, что мне кажется интересно, да, то есть, ну, то есть, у меня вот в своем в итоге было мнение, да, там, на отбор, вот. Ну, и понятно, что там у Юрия свое. Я, наверное, покажу сначала материал, наверное, в сокращенном виде, потому что иначе мы будем очень долго смотреть, полный проект это, ну, именно исходники, это 270, там, 298 фотографий, поэтому я покажу в отборе. То есть, ну, здесь фактически проект, он а-ля портретный, почему, потому что здесь вот у меня был конкретный герой, это, там, научный сотрудник, который работает в Новосибирском академгородке, да, работает там в институте ядерной физики, и, собственно говоря, вот я к нему приклеился как хвостик и ходил за ним денно и ночно, да, пытаясь найти какие-то ракурсы, найти какие-то моменты, да, для того, чтобы, вот, ну, собственно говоря, рассказать его историю. Снимал при этом, старался снять его, там, и дома, ну, там, он уже в общежитии и на работе, и, там, с какими-то установками, и какой-то вот этот колорит научно-исследовательских институтов передать, вот, и вплоть до, там, каких-то встреч с друзьями и занятий спортом, да, то есть старался максимально широко охватить, да, для того, чтобы потом какую-то историю рассказать. Сейчас мы смотрим короткий отбор, то есть это 30 фотографий из 300 фактически, ну, вот тех, которые исходники, все исходники, да. Вот здесь, кстати, вот в этой фотографии есть классный дубль, я вам сейчас покажу. Она очень интересно рождалась. Сначала были попытки снять что-то такое, потому что, ну, вот, агоним городок, у него есть такая специфика, что он как город-лес. Вот вся тема с лесом в этой серии, она именно из-за этого, да, то есть его называют иногда город-лес, да, потому что он стоит в реликтовом сосновом бару. Я когда снимал вот эту всю историю, вот тут ребята стали немножко терять концентрацию, вот, и я сначала, короче, снял вот так вот, и получилось достаточно емко, но без героя. А когда стал добавлять героя, они переставали считываться. Вот, и вот в этой борьбе, ну, вот, родилась эта фотография. Окей. Давайте посмотрим, собственно говоря, отбор Козырева. Козырева, то есть вот, какую серию Юрий отобрал. Вот мой отбор. То есть много карточек совпадает на самом деле, да? Вот, если говорить про разницу, то, допустим, вот в этой фотографии разница. То есть я вот эту, допустим, взял, а Юрий взял вот эту, да. Здесь вот эту взял Юрий, я взял вот эту. Ну, здесь тоже можно, ну, это дискуссионный действительно вопрос, потому что здесь он выглядит более естественно, здесь она выглядит более журнально. Из-за света как раз из-за этого, да? Потому что здесь вспышка использована. То есть здесь вот вспышка лежала у меня, вот она лежит на этом. Ну, в принципе, для портрета это допустимо, да? То есть мы помним, что у нас даже в репортаже, в непостановочном, ну, портрет – это такая пограничная история. То есть даже тот же самый World Press Photo, он то разделяет на staged portraits, observed portraits, то есть постановочно-непостановочный портрет, то вместе, ну и так далее. То есть тут, как говорится, есть нюансы. Это все его место работы, вот эти все провода? Это коллайдер, да, он там эксперименты проводит. И здесь вот Юра взял вот эту, а я взял вот эту. То есть подвижка, там открытый. Да, ну, а мне здесь лес понравился. Ну, вот такая разница. Вот такая. То есть мне показалось, что будет интересно посмотреть, да, вот как разные фотографы, да, могут смотреть на одну и ту же серию, как они могут ее интерпретировать и как они могут ее отбирать. У меня вот есть Сольвычуготск, смотрите. Ну, в какой-то совсем маленькой версии, всего шесть кадров. Ну, это мой проект Сольвычуготск, город с великим прошлым и тихим настоящим. Ну, здесь в данном случае вариант с шестью карточками всего лишь. Это случайный кадр, кстати. Я настраивал экспозицию, при том, что у меня съемка была согласована вот с этим мужчиной, которого мы видим частично. Я не собирался снимать так, но медсестра решила, что нужно срочно цензурировать фотографию, но поскольку она не очень поняла, как работает широкогольник, она немножко промахнулась. Вот, получился такой кадр. Я его оставил. Он меня немножко подбешивает вот этими заваленными углами, да, вот с этими всеми сходящимися линиями, но весело. Окей. А как вообще, то есть, люди, когда вы снимаете, ну, так будет, как-то, некоторые же наверняка видят, а некоторые, ну, на широкоголе... А понимаете, вот сколько людей, вот столько и реакций. На самом деле, знаете, реакция людей на вас, это всегда еще и реакция на ваше поведение очень сильно. Вот, я знаю людей, которых все время где-то бьют. Вот, правда. Вы меня, конечно, извините, но они считают, что это все дело в окружающих. Но я почти уверен, что не совсем это верно. Вот, потому что, на самом деле, очень сильно влияет, вот, с каким внутренним, да, отношением вы выходите на съемку. Потому что у нас, на самом деле, очень много невербалики в общении с другими людьми. Люди очень много с вас считывают, не потому, что вы сказали, да, а потому, какая у вас поза, какое выражение лица и так далее. Вот. И вот очень сильно, из моего опыта, сильнее всего на реакцию окружающих оказывает влияние в ваше внутреннее состояние. Вот, будьте на нервах, будьте на стрессе, люди будут это считывать и будут тоже на нервике и на стрессе. Будут, на самом деле, будут вас опасаться, да, потому что человек на стрессе, а черт его знает, что он на стрессе. Может, у него там в кармане граната, а может, он просто переживает за фотографию, да, вот, непонятно, а может, у него там нож, я не знаю, и так далее. А вы всегда разговариваете с ним, или бывает как-то случайно так? Ну, тут очень сильно все зависит от ситуации, да, очень сильно зависит от ситуации. То есть, допустим, ну, понятно, что вот там, где я снимал грязелечения, конечно, да, там я подошел, я спросил, там, да, можно, да, то есть, как бы, вот. Ну, зависит от ситуации. Да, до сих пор я этим занимаюсь. Ну, секрет, 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 секрет. Никаких секретов здесь нет, на самом деле. Может быть, если вам включали снимать, вы вроде кого-то, публичное место, а вам находит, вы? О, конечно, да, обязательно, 133 раза. Я помню, на вокзале у меня была даже справка, ну, разрешение, но мне 37 раз подошли ко мне все вплоть до уборщицы, да, было делом. Да. Ну, вы знаете, я никогда не иду на конфликт. Даже если я знаю, что человек не прав, что он не владеет информацией, да, там, что на самом деле можно, я предпочитаю не идти на конфликт, потому что я знаю, что я останусь на этом месте, решать этот конфликт на очень долгое время, мне мое время дорого. Поэтому я всегда в таких ситуациях просто разворачиваюсь и ухожу. Ну, считаю, что человек нельзя, ну и бог с ним, ну нельзя. Найдем другую возможность. На самом деле, возможностей вокруг гораздо больше, чем то, что вот перед вами эту возможность якобы закрыли. Поэтому тут я вот вообще спокойно. Да, вот. Ну, если я сделал конкретно этого человека, то да, почему нет. Ну, а там дальше зависит от крупности. Ну, то есть, если он там где-то там сзади восьмой ряд размазанный, я показываю, говорю, вот смотрите, вас тут нет. Да, конечно. А что? Да? А что? Ну, вот поймите, вас вот на одного этого желающего удалить свою карточку будет 133 человека, которым это будет все равно. Они просто не в розыске. Им без разницы. То есть, ну, я как-то к этому легко отношусь. Вы знаете, я была по-прежнему, когда я с вами с вами с Росаной, и мне было интересно, вы же в день, когда я делаю тебя, ну, близко. Я говорю, сколько раз у вас были конфликтные ситуации? Он говорит, более чем за 20 лет, говорит, может быть, два раза. Была конфликтная ситуация, когда я хотела, ну, там, с капопаратом. А так, говорит, люди обычно реагируют, и скажем, что ты говоришь. Да, потому что все зависит от того, как человек себя ведет. То есть, если человек улыбается, если он внутри себя чувствует комфортно, да, то есть, ну, соответственно, минимум каких-то проблем при этом возникает. Ну, и... А вот это что все-таки? Что? А это летит? Это сальто назад на самом деле. Это вот паркурчик, он же трейсер, я не знаю, как сейчас уже правильно называть. Вот, ну, в общем, человек, которые... Ребята, которые выполняют трюки с естественного рельефа, прыгают, там, сальтухи крутят и так далее. И вот они бегали, тренировались. И вот он, на самом деле, с камня делал сальто назад, но... Да, потому что это, как бы, получился... И за счет момента получился немножко визуальный обман. Возникло ощущение, что он, как бы, движется, летит. На самом деле, он делает сальто назад. Вот, то есть это видно, ну, по футболке. По футболке, да. Куда он приземляется, куда он летит, куда он смотрит. Окей, ну, и напоследок хочется вот такую вот штуку вам показать. На тему не увлекайтесь фотошопом, да. Был один такой курьезный случай на одном из конкурсов Nikona. У Nikona есть, как бы, глобальные конкурсы, есть локальные конкурсы. Вот это, по-моему, на филиппинском локальном конкурсе. Ну, то есть вот у нас он, по-моему, I'm Russian назывался. Вот у них был слоган I'm Nikon. И вот у них, по-моему, I'm Russian назывался локальный конкурс, который они проводили. Ну, неважно. Короче, вот такая же была история там с филиппинским каким-то регионом. И вот там один из выигравших кадров был вот этот вот. Ну, он настолько грубо сделан, что даже на хорошем мониторе, вы, если присмотритесь, вы увидите вот градацию и увидите переход от белого к вот этому самолету. То есть он просто взял, чувак взял, вклеил самолет. Вот. Больше всего мне понравилось, как на это отреагировала интернет-аудитория, потому что они стали потом делать всякие фотожабы. Вот. Что только они не сделали. Сейчас будет моя любимая. Вот это. Вот. Класс. Это к вопросу того, что, ребята, не увлекайтесь фотошопом. Помните про то, что, если иного не указанного в условиях, практически все фотоконкурсы требуют неизменности изображения. Вот. У вас не было добрые люди. Что это было? Это серия моя. Вот. Сейчас, подождите, я договорю. Вот. То есть помните про это. Не идите ни на какие искушения. Вот. Потому что попадете один раз, а потом репутацию свою подорвете на всю оставшуюся жизнь. Вот. Поэтому не увлекайтесь фотошопом, закладывайте все основные идеи в ходе съемки. Вот. Ну и пусть у вас все получится. А вы сами как раз вы когда-то часто фотошопите? Ну, я как бы, смотря что, под фотошопением. Подразумевать. Я в фотошопе очень часто делаю цветокоррекцию, например. То есть это спорта, это свет и цвет и коррекция. Да. Ну, здесь под фотошопом, здесь подразумевалось монтаж, добавление, то есть можно убирать какие-то объекты и так далее. То есть это все нормально для коммерческой фотографии, но, к сожалению, или к счастью, наверное, все-таки, в случае с конкурсами, да, это, как правило, отдельной строкой правил прописывается, что это нельзя. А так, да, я владею фотошопом, могу что-нибудь, ну, не очень хорошо, на самом деле, если честно. Ну, а может и хорошо, а может и нехорошо, не знаю. Смотря, наверное, относительно кого смотреть. То есть что-то прям глобальное я не нарисую, но поправить могу, наверное. Практически я стараюсь не кадрировать. Вы знаете, почему? Очень интересно. То есть вот есть там целые школы, знаете, которые там, вот, как Святой Граль, отсутствие кадрирования и так далее. У меня другая мотивация, я просто время экономлю. Ну, то есть если у вас серия, вот, допустим, вам нужно отдать там 500 работ, если вы каждую карточку будете еще кадрировать, ну, то есть это минимум 2 секунды на карточку, да, а если вы еще и по экспозиции сняли, там, и по балансу, то все, как бы, будете сидеть очень долго. То есть поэтому у меня вот такая мотивация, я из-за этого стараюсь максимально чисто снимать и, соответственно, ну, вот максимально, чтобы карточка была готовой. Всегда? Всегда. Ну вот, смотрите, ну вот, мы же с вами смотрели, вот это, вот смотрите, это мои исходники. Это вот исходники JPEG из камеры. Вот вообще никак не тронутые. Это вот, вот просто вот все исходники. Это вот 300 исходников, смотрите. Это вот все, что я снял по этому проекту. Все. А у вас есть кадр, а у нового наложения? Вы, кстати, помните? Да, да, у меня был такой, я искал просто свой какой-то подход. Мне хотелось просто вот как-то по-другому это все попробовать, поинтереснее, то есть, ну, как бы, немножко другой визуальный стиль сделать. Это, допустим, тилт-шифт. То есть, я пробовал там и стекло, и тилт-шифт. Причем стекло я пробовал именно как совмещение. То есть, это такая очень хитрая история, потому что двойная экспозиция некоторых фотоконкурсов, например, запрещена. Но в данном случае это то же самое, что двойная экспозиция, но снята одним кадром. Поскольку вы с помощью стекла, помещенное перед объективом, создаете второе изображение, и с точки зрения правил, даже репортажных конкурсов, вам этого не могут запретить. Ну, потому что это не постановочно, и это не фотошоп, и это не двойная экспозиция. То есть, это вот все исходники. То есть, ну, они фактически готовы. То есть, тут просто берешь, ну, по желанию, цвет-контраст, да, там, добавил и так далее. Ну, видите, я репортажник, поэтому даже когда я снимал, ну, вот историю близкую к пейзажам, у меня есть история про серфинг, вот, но он у меня все равно с людьми, вот, да. То есть, там история про, очень многое про виды, да. Ну, а мы можем очень легко это придумать, историю с вами сейчас. Ну, вот, допустим, мы можем воспользоваться одним из предложенных ходов. То есть, история, подобие, портрет. Портрет отпадает, остается история и подобие. Ну, например, можно воспользоваться подобием. То есть, например, можно, там, не знаю, снимать один и тот же пейзаж утром, днем, вечером, там, да. Можно снимать в разное время года. Можно, не знаю, там, засохшие деревья. Ну, все что угодно, да. И в этом подходе брать какую-то свою визуализацию, ну, например, там, не знаю, мы берем засохшие деревья, берем пасмурные дни, снимаем их на фоне светлого неба, берем ЧБ контрастный, ну, вот, как, да, вот, визуализируем, получаем, вот, ну, серию, да, то есть, вот. Ну, это, это ничего такого, то есть, нельзя сказать, что нельзя снять пейзажную серию. Ну, то есть, нет, можно, все то же самое, абсолютно. Что у вас предполагает? Вы снимаете, а потом предполагаете? Или у вас сразу заказываете? Слушайте, ну, когда я снимал, для СМИ это было все по заказу. Ну, то есть, СМИ дают тебе какое-то задание, ты идешь, снимаешь. Сам для себя я снимал творческие проекты, то есть, я выбирал для себя тему, меня не волновало, возьмут ее куда-то или нет для публикации, и просто делал для себя. Вот, сейчас я в основном, в том, что касается репортажки, документалки, я снимаю в основном для благотворительных фондов, для благотворительных фондов, как волонтер. Вот, ну, я вам честно скажу, как бы, документалка очень плохо коммерциализируется, практически никак. Я уже устал от попытки это делать, и просто работаю как волонтер. Мне это интересно с точки зрения, как бы, фотографии искусства. Благотворительные фонды, они закрывают свои потребности, вот, в донесении определенной информации, да, там, и так далее. А по вашему, почему вы точно оцените фотографию? Ну, вот, да, в ходе лекции, помните, мы с вами говорили про четыре фотографические задачи, и вот, на мой взгляд, да, как я говорил, вот, основная ценность именно в создании идеи. То есть, когда у нас изображенное, изображаемое в кадре становится разными, да, вот именно тогда мы, на мой взгляд, используем фотографию максимально глубоко. Да, то есть, именно, на мой взгляд, именно в этот момент она становится у нас творчеством. Уникальность момента? Ну, это, скорее, не уникальность момента, а уникальность интерпретации. То есть, когда мы выходим за границы фактуры, и изображение начинает создавать новые смыслы, которые не идут в прямую на этой фактуре. Ну, то есть, вспоминайте, вот, допустим, кадр там с тем же самым, там, решеткой от гриля и так далее. Ну, это вот, на мой взгляд, да? Вы же сами сказали, что как-то там, она была так смотрящейся. Конечно. Важно еще и как-то, ну, не в смысле работать с аудиторией, чтобы аудитория тоже это, ну, как-то… Да, безусловно, безусловно. Но, видите, как бы, я считаю, что все-таки самая правильная мотивация для творчества является ваше отношение к этому. То есть, я считаю, вы должны создавать это для себя. Только тогда это будет уникальным. Будете создавать под аудиторию, будете вертеться, как флигель, вот так вот, как бы, и примерно с такой же эффективностью. То есть, а дальше уже, ну, все зависит от вас. Можно перемудрить, да. То есть, вас может никто не… Можно так сделать, что никто не понять. Можно сделать банально. То есть, понятно, что истина, она будет где-то посредине. То есть, банально неинтересно, слишком сложно, никто не понял. Ну, то есть, вот где-то посредине находится вот та область, да, в которой вот мы можем работать. А сейчас есть что-то, где бы все-таки пересекались профессионалы, и был бы какой-то дискурс качественный? Не просто бла-бла-бла какой-то, а именно… Ну, там была именно уникальная ситуация, да, в том, что вот площадка была новая, туда буквально вот Артем добавил, вот за руку привел людей, и вот они там были. И любая, ну, любая система подобная, как правило, растет экспоненциально. И вот был вот этот вот период латентного роста, когда время шло, а количество участников изменялось незначительно. И, соответственно, во время этого периода у нас соотношение вот этих вот авторов, оно относительно остальных было очень высоко. А потом пошел экспоненциальный рост, и все это утонуло. Вот. Ну, это была такая очень уникальная ситуация, да. Ну, мне, чтобы вот прям, боюсь, не подскажу что-то подобное. То есть это вот надо ловить, оно бывает как-то формируется. Помните, был какой-то момент, когда создали новую какую-то соцсеть, где были голосовые комнаты, голосовые чаты. Как она называлась? Помните? Как она называлась? Ну, неважно. Как-то она называлась. Вот там был тоже уникальный момент в начале, когда можно было, допустим, взять и пообщаться там, ну, с очень крупными людьми, просто вот попасть к ними в комнату и просто поговорить. Ну, там, типа, люди там с Илона маском разговаривали там. Ну, вот такая ситуация. Ну, в начале, вот то же самое абсолютно. То есть в начале вот была, то есть вот ему там было это интересно, и вам это стало интересно. И вот, ну, вот, ну, вот, ну, это вот один момент времени, потом все. Я перестал вообще практически ЧБ снимать. Да, я сейчас практически в цвете работаю полностью. Вы видите, в чем дело? ЧБ упрощает отчасти жизнь репортажному фотографу, потому что нам очень сложно контролировать цвета в репортаже. И с цветами сложнее работать. Вот. А нам нужно, мы можем снимать в разное время суток с разным светом, нам нужно серию как-то объединять, да. И, конечно, ЧБ здесь очень сильно помогает. То есть мы там, как я часто говорю, не получается выставить ББ, баланс белого, делай ЧБ. Не получается выставить ББ, делай ЧБ. Ну, то есть, как бы в этом плане ЧБ прям максимально простая история. ЧБ очень хорошо держит высокие контрасты, да, потому что у нас не происходит, нет понятия перенасыщенности, да, в тенях, соответственно. Вот, поэтому ЧБ это такая очень классная, понятная, легкая история. Вот. Хотя в ЧБ они тоже будут офигенные. Ну, то есть здесь получилось объединить эту историю цветом. Она в цвете в этом, на мой взгляд, смотрится. Вот, то есть. Хотя в ЧБ, ну, тоже. То есть, опять же, у Владимира Юрьевича есть эта тема, снятая тоже в ЧБ. Ну, у Вяткина. Ну, не знаю, может быть, может, видели, нет, не видели. Посмотрите, это интересно. Ну, точно, точно рекомендую книжку Лапина «Фотография как», если еще не читали. Фотография как. Вот, да, конечно. Смотреть рекомендую вообще все конкурсы абсолютно. Вот прям берете World Press Photo, там, с 50 какого-то года и пошли смотреть. Там, то же самое, вот все ведущие конкурсы, там, Sony World Photography Awards, Nikon, да, там, вот, самая красивая страна, там, золотая черепаха, Стенин. То есть, все, берите конкурсы, везде есть архивы, смотрите. И познакомитесь с новыми авторами, поймете, кто вам нравится, увидите что-то интересное. И насмотренность будет очень классная. Да, то есть, вот. Ну, и самое главное, на самом деле, ребят, вот, есть такое, очень всегда, очень большой страх снимать для себя. Вот, вот, не бойтесь снимать для себя. И снимите для себя. Вот, у меня был такой, в свое время, огромный творческий рост в момент, когда я попробовал снять серию для себя. Снять так, как мне бы понравилось. У меня эта серия «Студенческая жизнь» была, я был сам студентом, снимал про студенческую жизнь. Вот. И, ну, я очень много понял на примере этой серии. И вот эта вот задача, снять так, чтобы понравилась вам самим, она самая сложная и самая сильная. Вот, я вам прямо рекомендую, попробуйте сделать вот творческий проект для себя, так, чтобы понравилось вам. В той форме, в которой вы хотите, в том жанре, в которой вы хотите. Хотите пейзаж, хотите репортаж, хотите арт вообще, может быть. Может быть, там вообще сейчас вот модно генерировать картинки с помощью ИИ. Может быть, вы захотите такую серию сделать. Там, все что угодно. Даже с дивана не понадобится вставать. Ну, картинок с помощью ИИ у нас нет такой пока номинации. И не планируется в конкурсе «Самая красивая страна». Но так призываем вас к участию. Еще осталась масса времени. Так что, пожалуйста, ждем присланные работы. Спасибо, Антон, за познавательный мастер-класс. Следующий мастер-класс будет через неделю. Фотограф Георгий Полицарнов также будет здесь выступать. Так что, записывайтесь. Завтра появится у нас анонс на сайте. Записывайтесь, приходите. Будем рады. Всего доброго. Продолжение следует...